Вот почему так всегда происходит. Проснулся-то такой, короче, и тут из лампы снова эта хрень выпрыгнула. Я уже просто не знаю, как ее вставить. Короче, походу просто выбросить, не знаю, или приклеить на скотч. Кстати говоря, еда, которую я подготовил сегодня себе на весь день, и попытаюсь сегодня провести яблочный день. Давай-давай-давай-давай. Так. Всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Всем здорова, чуваки. Сейчас 6.20 утра, может быть, 6.25, я иду на тренировку. Я какого-то фига опять не услышал свои все 5 будильников. И сегодня я поставил, точнее на завтра я поставил целых 10 будильников, и поэтому надеюсь, что завтра я не просплю. Кстати говоря, я даже ничего вообще пока что не ел. Всё я делать буду натощак, не пил, даже зубы не чистил, просто пойду в зал. Пробегу 5 километров, схожу в баню, и будет положено идеальное начало дня. Самое крутое то, что я пришёл сегодня походу самый первый, здесь вообще ещё никого нету. Блин, это так круто! Было бы, ни готова бы здесь никого не было, просто всегда было бы пусто. Вот эти эти ссылки как-то дерьмово работают на самом деле. Пустота! Вы это видели? Я снова побил свой рекорд. Я побежал 5 километров за 23 с половиной минуты. Я вообще не думал, что я смогу это сделать в ближайшие, не знаю, месяц. Когда я вижу, что я могу побить рекорд, я начинаю ускоряться, очень сильно ускоряться. Но я это сделал сегодня, это было просто нереально. На часах 7.55. На улице ещё не взошло солнце. Я уже иду домой, я уже помылся, я уже потренил. Сейчас приду домой, выпью свой холодный, яблочный, свежевыжатый сок. Придут Егор с Максом как раз к этому времени, и мы уже начнём снимать новое видео. Это просто нереально круто. Завтра последний день, когда мы будем находиться в Киришах, потому что в пятницу мы снова уезжаем в Питер на 3 дня. Я всем советую тренироваться по утрам, вставать рано, потому что утром еду людей, утром тишина, утром свежий чистый воздух. И это просто нереально круто. Поэтому делайте это. Я буду делать это теперь каждый день и снимать на камеру. Ну, когда будут мои дни выпадать, я буду снимать это каждый раз, когда я это делаю. Потому что я хочу, чтобы это было систематизировано. Вы будете это абсолютно всё видеть. И мне кажется, что я уже слишком долго разговариваю, реально долго. У меня уже настолько сильно забилось плечо, что я его уже даже не чувствую. Ох, как же круто вернуться в комнату свою. Так, короче. Так, рюкзак надо было, конечно, разобрать, но я очень сильно хочу пить сок. Поэтому ты пока что подождёшь. Короче, какого-то фига того, что ставил time-lapse. Он отключился на семнадцатой секунде. В общем, я сделал себе два стакана. В одном стакане чистый процеженный сок, а в другом стакане пюре, которое от него осталось, как бы от процеживания. В общем, это всё сейчас запихну в морозилку. Пока буду всё это мыть, всё это охладиться, и потом я это всё выпью. Макс, ты куда? Макс, у меня есть новость. Сегодня ты будешь играть ангела и демона одновременно. Это раз. Потому что Егор не придёт. И у Егора сегодня первый рабочий день. Поэтому... Всё. Вот такие новости. Иди дальше, развивайся. Когда я думаю, что Егор не придёт, во мне просыпается Ева. Когда я думаю о том, что Егор наконец-то притронулся к работе, мне просто он сам идёт. Жесть, они такие замороженные. Я их каким-то макаром ещё донёс. Я хотел предложить тебе просто пробежку сделать с такими гирями, типа, знаешь, как бегаю. Ага. А ты сегодня не на пробежке. Чё-то ты расслабился, бегать перестал. Поменьше бегать я решил. Достаточно худой. Это говорит нам о том... Типа там сначала подъём, потом у него падение. Сначала подъём, потом падение. Оно, кстати, может быть разным. Оно может падать вообще до этого, чуть ли не до самого начала. Потом неизвестно, сколько оно может идти вообще без какого-либо прогресса. Потом может чуть-чуть-чуть переподняться и опять упасть. И вот так вот эта тема будет идти. Но всё равно будет уровень постепенно расти. Если ты не будешь спунадоваться в своих тренировках, уроках, ещё в чём-то. Что бы ты ни изучал, что бы ты ни прогрессировал в себе. И вот всегда думая о том, что есть такая шкала, на которой ты просто вот так вот участвуешь. Короче, это смысл прогресса. Прогресса не бывает, что вот сегодня ты, завтра ты будешь лучше, чем сегодня. Это нет, такого не бывает. Эй, ты! Я вызываю тебя на бой! Что это за платье? Удобно, прохладненько, просторненько. Всё проветривается. Так что... Летом будешь так ходить. Хотя, с другой стороны, если я сейчас ряд солоденок в Египте носят и пойду по улице, если буду смотреть не так, но он в Египте, я могу это сделать. Мне нравится продажа. Да. Всё, давай, короче, сейчас нужно поставить камеру, я тоже буду выйти. Знаешь, ты обычная атмосфера вообще. Макс привел к этому. Он сказал, ладно, я только поезжу пока. Показать настраивать. Я знаю, что он закользился, я такой ищу, ну, может, что-то делать. Что-то хорошо стало. Так вот, сейчас, короче, я должен буду камеру на фрукты направить, чтобы держалась у меня фрукты. Так, вот так сейчас. Стой, покинь. Вот, всё, снимаю. Давай. А, да, сейчас ты должен, сейчас будет такое приближение на тебя, а вот ты должен резко глаза открыть, понял, да? Понял? Всё, давай. Подожди, короче, секунд пять, а потом открывай глаза. Всё, давай. Всё, Мак, давай, закричи от радости. На счёт. Потому что, типа, ты видео снял, закончил снимать видео. Круто. Сложно было снимать? Очень. А что делать, если пол удобный? Не уходите, просто лежи, отдыхай. Могу подушку принести. А, не, подушку не могу. И так садят. А как? Подумал, сейчас такой Рогон просто. Рогон. 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 Всем привет, Свою Костян. Всем привет, Свою Костян. Какой Костян? Не Костян. Не Костян, вообще-то его зовут. Всер раз смотрел. Вызовут Олег. Всер раз он смотрел первые выпуски. Такой ужас вообще. Такая пельмешка вообще. Егор там сейчас работает. Ты тут ешь. Блин, вот так выглядит. Почему не сказал, что он работает? Он просто сообщение написал, типа... Как он написал? Чуваки, я не смогу прийти, потому что я работаю. У меня пробный день, сегодня лучше пойти, когда ты работал, потому что он должен работать. Почему не просили кое-нибудь работы? Это было просто сообщение. Ну, че. Никому не известно, никто никогда не будет в курсе его работы. Он по его настроек снова устроился. Вот. Ушан шоу. Я говорю, когда Кирилл... Когда Кирилл меньше снимали, он подходит ко мне, так в упор просто. Прислоняет камеру и нарезает все мои реакции. Это лайфхак. Как снять блог, если вы не знаете, как снять блог? Подходите к вашему другу, просто суетите ему камеру в лицо и нарезаете все его реакции. Не называйте его блог. Я привык. Короче, все, мы закончили съемки. И... Так, все. Снять видео. Все, видео снято. Ништяк. Все, все. Что будем делать с этой игрой? Вот она реально бесполезна. 100 рублей продать, если я... Правда. Да блин, ну... 100 рублей... Ммм... Да ну реально, 100 рублей что-то делать. Да, и обходить в курсе. Короче, и на, запакуй ее. Положи пока что, положи. На, запакуй, запакуй, запакуй. Возьми пакет, подержи. И так подержи пакет, я положу с твоей ланкой. Все. Ммм... 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 Короче, уже прошло достаточно много времени после съемок. Макс уже давно-давно ушел. Я сейчас, короче, иду выбрасывать мусор. Мы целый пакет с данником собрали мусора. Я выкидываю все-таки эту лампу, которую я хотел починить. Которая утром еще сломалась. Нафиг, короче, ее в задницу вообще. Поставили обратно белую. Будет как бы... Ну, белая тоже нормально, поэтому профиг. Еще решил то, что буду продавать свою куртку полуимбировскую красную. Хотя, никто о ней даже не знает, потому что я ни разу ничего не снимал. Понял, что нафиг она ей нужна. Она маленькая. Ее тоже можно продать. Просто посмотрите на этот закат. Субтитры создавал DimaTorzok